Православные верующие отметили вербное воскресенье и готовятся к празднику Пасхи. Вчера в Свято-Покровском кафедральном соборе города прошла служба по случаю входа Господня в Иерусалим 2000 лет назад. Тогда Мессию встречали пальмовыми ветвями. В наших широтах христиане в честь этого события приносят с собой в храм украшенные вербы. Считается, что освященная вербная ветвь будет целый год охранять дом от зла, а также сможет утихомирить бурю, пожар и другие природные катаклизмы. В течение этой недели православные будут готовиться к встрече воскресения Христа. Все дни Страстной Седмицы носят название «Великих» и напоминают христианам о последних днях земной жизни, страданиях, смерти на кресте и погребении Иисуса Христа. К примеру, Страстная Среда связана с предательством Иуды. В этот день принято исповедоваться и причащаться. В чистый четверг христиане начинают уборку дома. А в пятницу, наоборот, делать ничего нельзя, так как это день суда, распятия и крестных мук Христа. Великая Суббота – день погребения Иисуса Христа. Это спокойный и тихий день, когда следует красить яйца и предаваться праведным мыслям. А ночью верующие отправляются на службу. Священники Свято-Покровского собора отметили, перед Великим Праздником уборка дома или готовка блюд – это второстепенное приготовление. Главное – настроиться духовно. Как мы можем провести эту неделю? Конечно же, нам следует строго поститься, но у каждого своя мера. Мы можем каждый день прочитывать отрывки из Евангелия, говорящие об этом дне, последней неделе жизни Иисуса Христа. Мы можем готовиться к последней исповеди в течение поста. Мы можем, опять же, внимательно смотреть на свою жизнь, видеть, что нам открывается, что нам нужно изменить. Продолжение следует...